Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Тогда я должен сделать официально Я прошу заметить, за меня уже Два человека проголосовало Подожди, у меня есть тебе подарок В студию Извини за кавкозный С учетом, это шапка, которую Ты не мог нормальный какой-то пакет Мы прямо в эфире Люди смотрят Мы тебе, я тебе год вез тебе, год С учетом твоих претензий к интеллектуалам в этой программе Мне кажется, ушанка, она тебе как раз Будет выражать Это символическая шляпа, которая будет выражать Абсолютно одевай и задавай вопросы к богословам Одень, чтобы я тебя идентифицировал Я вот в этой шапке тебя легче узнаю Хорошо В чем суть твоих претензий? Хорошо Друзья, о чем мы сегодня решили поговорить? Не, мы не поговорим Ты начал опять с наезда Название моей проповеди тебе не понравилось Опять какие-то вопросы Это вступление было Вот я хочу сейчас проверить Ты доктор Я люблю хорошее название проповедей Ты можешь мне объяснить? Усия, экклесия или вот горе от ума Вот слово усия, экклесия, ты мне можешь объяснить? Слово усия, конечно, меня немножко, с экклесией у меня, как у доктора богословия, нет вопросов Но по усии я немножко усомнился, потому что, во-первых, это река в России есть такая, усия А уже во-вторых, это богословский, философский термин Друзья мои, на самом деле, это один из тезисов в Донецком христианском университете Давайте лучше посмотрим ролик, что там будет А потом я объясню, откуда эта усия экклесии взялась Пожалуйста, поставьте этот ролик 25 по 27 апреля 2013 года В Донецком христианском университете состоится предпасхальная международная богословская конференция Конференция будет посвящена, возможно, самой острой богословской проблеме современности Что есть Церковь Христа и как она может исполнить свою, заповеданную Господом, миссию в сегодняшнем и особенно завтрашнем мире Говорится в пресс-релизе ДХУ Мы ожидаем и готовимся к разговору предельно глубокому и предельно честному Разговору, в котором будет происходить столкновение различных позиций и происходить современный поиск истины Мы предполагаем, что каждый доклад – это приглашение к современному поиску ответов на вопросы, над которыми бьется докладчик А потому участники конференции не слушатели, а соучастники в этом поиске, отмечают организаторы Среди участников программы – Михаил Дубровский, Александр Жибрик, Виктор Ляху, Сергей Градировский, Михаил Черенков и другие Это мои друзья, я их уважаю, но я вот истинно мне... Давай еще раз по-русски, в Донбассе в кои-то веки мощная, интеллектуальная, богословская струя Понимаешь, и ты, ты ошарашен Они говорят на не совсем понятном тебе языке Тебя смутила усия Вот тебе все, застроение тебе испортило Не просто усия, понимаешь? Я для тебя специально нашел греческий перевод слова усия Можем заменить Симбибикос Если тебе удобнее Ах, ну если Симбибикос Симбибикос Нет, если Симбибикос, тогда конечно, понимаешь? Ну, так же, подожди Тогда очень даже понятно Греческий конь у нас ближе тебе, понимаешь? Я обязательно поеду на это Симбибикос, понимаешь? Послушать за экклесию, потому что, ну вот Ну вот, вот смотрите Нет, подожди, подожди Давай мой тезис Профессиональный богословский язык А что ты хочешь, чтобы они говорили какими терминами? Донбасским жаргончиком? Нет Языком элочки-людоедки? А у вас, у вас есть или донбасский жаргончик Или философский жаргончик Что у нас будет на конференции? Из Питера нам звонят и говорят Пусть Демидович перестанет шокать Уже и на меня даже плохо повлиял И я иногда прокалываю А ведь смотрят же, ты понимаешь? Вот смотрят же Потому что в этом шоканье что-то есть, понимаешь? В доме Славянска есть еще, ну например, Москва Есть Питера Вообще есть еще негры, если ты не в курсе Да, девочки из Москвы То есть есть другие культуры, есть другие языки Вот есть богословский Давай наши тезисы Профессиональный язык Озвучим наши тезисы Смотрите, мой тезис Что ты хотел сказать? Что? Я считаю, что вот что происходит на современном этапе Большая ученость некоторых товарищей По-прежнему доводит до безумия Читая только тезисы спикеров на Донецкой предпасхальной конференции Которая состоится 25, 26 и 27 в городе Донецке На базе известного христианского учебного заведения Христианского университета ДХУ Я понял, что церковь и ее теологи Это вот две параллели, которые практически никогда не пересекаются И это ни одной, ни другой группе не вредит Например, вот смотрите Часть вот заявления или, скажем, тезис Сергея Градировского В своей теме вот размышления об усеи и ипостасях экклесии Понимаете? Вот само название прочитайте Размышления об усеи и ипостасях экклесии Понимаешь? И он, допустим, меня приглашает туда И вас приглашает туда прийти Сергей, две трети Нового Завета Вырежь и выбрось Они написаны апостолом Павлом две трети Нового Завета А при этом пишет другой апостол, что в посланиях которого есть нечто неудобо-вразумительное То есть, ну как бы проблема не сегодня возникла Понимаешь? Петр простой мужик, рыбак из Славянска Живет на рыбхозе Понимаешь? Да И ключи ему Господь верил Кто не знает, друзья, у него возле дома, буквально в 20 метрах от дома стоит памятник рыбаку с карасем Да Понимаете? Вот он живет на рыбхозе Петр Слушай, скажи мне, а что Господь ему ключи верил? Что никакому книжнику, не фарисею? Ну какому-то образу? Почему Господь ему ключи? Тебе не хватает учения о симбибикозе, чтобы понять, что не только ему верены ключи Тебе надо бы поднажать в богословии, понимаешь? Что ты хочешь? Приехали богословы, они же не собрались на стоматологическую конференцию, тогда были бы другие термины Я считаю, я специально туда пойду и буду вот эти симбибикозы переводить на русский язык и говорить, останавливать их, опускать на землю, понимаешь? К народу нужно говорить Сергей, это полезно, расширять лексикончик Обожди Я тебе приготовил сюрприз в программу Нет, обожди, ты свой тезис скажи Я приготовил тебе Тезис Сейчас я вернусь к тезису, но я сперва начну тебя просвещать Я тебе вот в юности, я купил словарь иностранных слов Прогуглил название этой конференции Подожди, словарь иностранных слов, нет Я тебе дам пример расширения лексикона Когда мне было 15, я купил словарь иностранных слов и начал изучать слова Тебе проще, у тебя в айпане сегодня все есть Открываешь сайт, ну вот, например, inslov.ru Нажимаешь на любую букву, наугад, буква Т Вот я сейчас прямо при тебе Ну, тамагавк, понятно, трайдент, тур де франс, тоже ты разберешься Та, та, таадиль Вот, я сейчас тебя будем просмотреть Ты его прочитать не можешь Не то, что используешь У мусульман Нет, ты его прочитать не можешь Нет, она не родится Табурет тоже понятно Слушай, и твои архаровцы снова сели на компьютера Талари, талари, надеюсь, это не мусульманский термин Это сандалии с крыльями, которых изображает Меркурий Это языческое что-то Ну, понимаешь, я тебе просто буду по ходу программы Буду расширять твой лексикончик Нет, друзья мои, я хочу вам сказать Есть хорошие термин, их надо осваивать Секундочку, помолчи Когда я прочитал Геннадию доктору 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 Не знаю, исторических, теологических Каких-то наук, он сам не знает Доктору Ну, доктор, да Доктору Когда я ему прочитал вот Уси и Экклесии Он полез в гугл Он говорит, я не знаю, что это Не-не-не-не Понимаете, если это доктор не знает Подожди, там было шесть слов в названии И он с гордостью сказал Только одно я не знаю Нет, я с гордостью сказал, что я пять А я сказал А большинство людей пять не будут знать Там, правда, пару предлогов было И для Я это с этим понял Но из пяти У меня одно вызвало сомнение Понимаешь, Сей Если бы они написали Симбибикос Я бы, конечно, понял Но Да-да, ты бы понял Это смешно, если ты не понимаешь Сережа Развитие церкви неминуемо должно охватывать И достигать интеллектуалов Лично я рад Что мощная Теологическая струя Фонтанируя Космогоническими Теологическими Трихотомическими Кульбитами В телеологической стратосфере Врывается По советское пространство Уже хочется каяться Понимаешь? Вот сразу Я рад Действие духа Это важно Хочется упасть на колени И каяться, друзья Вы понимаете? Слова-то какие Это так таинственно Нет, давай Сергей, давай Успокоились А ты можешь это по-русски сказать? Успокоились Сняли эмоции Спокойно поговорим Спокойно Давай Ты идешь к хирургу К врачу Да Ты хочешь пойти к врачу Который не учился 10 лет И не владеет профессиональной терминологией То есть ты Когда ты идешь к хирургу Ты понимаешь, что он Долго обучался Он не только практик Но он еще и теоретик Он изучал биохимию Анатомию Биологию Понимаешь? Или ты хочешь пойти Или к мяснику Чего ты не идешь к мяснику? Тот будет резать Понимаешь? Резать вот это Рубить и резать Понимаешь? Помощней, посильнее И поразмашестей Понимаешь? У него он не обременен теорией У него одна только практика Резать Понимаешь? Знаешь? Почему ты идешь к тому, кто теорию Можно я тебе скажу? Снять с практикой Я тебе скажу Когда-то я подорвался Я приехал в больницу Меня там доктора Взяли Марганцем поили Там я литры пил Они меня лечили Спросили, что я вчера ел Там, знаешь Я подорвался А в голову это не пришло Все эти обученные И мне там лечили Спасали Там рвал Мне очень было больно лежал Пришла соседка Медсестра Которая всю жизнь Проработала в больнице Она пощупала мой живот Послушала меня Пораз Говорит У тебя поджелудочная Оторвалась Она перевязала мне Та-та-та-та Это простая женщина За счет своего опыта Так вот послушай Насчет хирурга Я не хочу идти к хирургу Который всю жизнь Учился И не работал Теологи должны быть Действующими пасторами Которые знают Как это Ухсия Экклесия В жизни действует Понимаешь Как она работает Реально А не вычитана В греческих книгах Я учился в Германии Это видят их профессоров Которые вот такие В пенсии ходили Понимаешь Ты все время Заставляешь меня Ходить на одной ноге Встань Встань пожалуйста Я не буду Я не буду Ну погуляй по студии На одной ноге Походи на одной ноге Понимаешь На эта нога Практика Правильно Практика Я практикующий Триста лет Мне эти уси нужны Я за это и говорю Что эти теологи Зачем эти христианские университеты Зачем они нужны Мы будем только На одной ноге ходить Практика Понимаешь Ты ходишь на двух На двух Тебе нужна и теория И практика Так вот Извини за прямоту Ты хромаешь в теории В отличие от меня Доктора богословия Историка Социолога Религия вена Понимаешь Ты хромаешь Ген Хочешь я тебе правду Проблема Проблема Хромающих Хочешь я тебе правду Практика Сегодня вот здесь Хочешь я тебе правду Толпы людей собирает Несет ахинею абсолютную Занимается белой магией И понятия не имеет Думает Что искренне служит Христу Знаешь Я как религовец смотрю Глаза протираю Ребята Ау Это белая магия Это не христианство Во-первых Что ты намешаешь Господу служить И погнали Им теоретики нужны Рядом с практиками Понимаешь И вторая нога нужна Ты знаешь за что Тебя люди любят Вот они смотрят Здесь поподробнее С этого места Ты же не доктор Ты орешь Как самый необразованный А кто тебе сказал Что доктора Они должны быть Все флегматики Доктора С чего ты взял Понимаешь Докторская степень Не влияет На темперамент Только обогащается Люди верят тебе И слушают тебя По твоим делам По твоим вот эмоциям Понимаешь По твоей харизме Я тебе скажу Атеолог Ты никакой Вот да проститься Да ты никакой Да никто Подожди Ты просто Ты не можешь Будучи исключительно Вот этим Одноногим практиком Ты не можешь Оценить Вообще Существование Левой ноги В Донбасс В христианский университет Я просто Дайте я дам рекламу Рекламу Пожалуйста Включи меня Послушайте В ДХУ В Донецком христианском Донецком Это правильно называется Донецкий христианский Доктор Да Проходит Замечательная Научная Богословская Практическая Научная конференция Одно слово Из одной лекции Которая смутила Демидовича И он уже не готов Туда ехать Потому что Это нарушает Его интеллектуальный Покой Я приглашаю всех И я туда поеду Потому что Я хочу с этими теологами Лицом к лицу Встретиться И их вот эти Теологические кульбиты Вот просто их Как бы Чуть-чуть Успокоить И сказать Давайте на нормальном языке Поговорим Чтобы это было понятно людям Так вот Говоря о тебе Гена Я тебе скажу Тебя любят Никто им в голову Не придет Считать Махненко Теологом Доктором Это все Люди это воспринимают Как смех просто Тебя любят Тебя любят за твоих 33 усыновленных Ребенка Тебя любят за твои Велопробеги Я тебя буду обогащать Тебя прямо в программе В конце концов Тебя любят Словарь иностранных Словарь иностранных Записывай Эвапорация Не стесняйся Расширять свой лексикон Это испарение Жидкости при нагревании Эвапорация Или вот Еще например Эвхимерист Эвхимерист Последующее учение Эвхимери Опять язычник Нет Вот смотри Что говорит Я к чему Не стесняйся Развивать Свой вот Кругозорчик Свой Out of the box Понимаешь Говоря на нашем Украинском языке Выходи Как бы Из этого всего Я считаю Что Господь Говорит нам Смотрите Чтобы кто не увлек Вас философией Этого мира Знаешь Вот Вот все-таки Бог взял И юродством проповеди Спас Вот почему Скажи Ну почему так написано Когда мир Своей мудростью Не познал Бога Благоугодно было Богу Юродством проповеди Верой спасти Сережа Давай Верой спасти Подожди Давай сейчас Любимые стихи В Славянске Вот любимый Библейский текст В Славянске Он живет в деревне 60 километров За деревней Понимаете Возле рыбака С карасем И он сейчас Кстати это многое объясняет Слушай Так вот Нет подождите Генадий Подожди И он сейчас Наставил Любимое место в Библии Немного братья нас Мудрых по плоти Немного Понимаешь Вот Но это не единственное место В Библии Понимаешь Скажи А почему не я к тебе приехал А ты ко мне Что Можно Вот почему Что Мы сейчас находимся В прямом эфире На весь мир Потому что ты практик На весь мир Сейчас Весь мир Сейчас смотрит эту программу Ты закатал рукава И построил классную студию Ты практик Но если бы я не приехал Ты бы здесь в одиночку Нес ахинею Кто бы тебя поправил Понимаешь Если бы не Историк Социолог Религиовед Понимаешь Доктор Понимаешь Ты свои рукава Ты свои рукава По самой шеи Закатал Но тебе это не помогло Давай я тебя успокою Давай я объясню тебе Один из профессоров Недавно Напомнил Чем отличается Бакалавр От Магистра И Вместе от доктора Бакалавр думает Что он все знает Ага Магистр Понимает Что он знает Не все А доктор Доктор Понимает Что никто Ничего не знает Понимаешь Это я доктор Ну так брат мой Выходит что я доктор По жизни По практике Никто не говорит Что Понимаешь Ну мы Вот серьезно Сергей Ну большая проблема Я же не шучу сейчас Для меня Я написал Казнить нельзя помиловать Одну из своих первых книг Я как специалист Худо-бедный Но специалист В этой сфере Худо-бедный Я смотрю на христианство И я говорю Алло Браты Вы которые критикуете Язычество Православии Вы вытворяете Ерунду От имени Господа Вы погрязли В магизме В магизме Это элементы Белой магии Они сплошь и рядом В наших Евангельских Богослужениях Понимаешь Но Люди Что ты нам мешаешь Служить Господу Понимаешь Нужна Теория Нужно Богословие Практикам Которые В гордости Своей Собирая Людей И думают Что раз они Собрались люди Значит они правы Не ну вот смотри Давай сейчас Послушаем Вот Руководитель Ректор Донецкого Христианского Университета Михаил Черенков Вот с его Приходом У меня появилась Надежда Потому что У меня ощущение Что вот именно В нем Есть определенный Баланс Он Человек обученный Да он доктор Да Но он более-менее Разговаривает Да вот понятно Для людей Мне кажется Что с его Приходом Вот я надеюсь Что вот там Вот это как-то Все чуть-чуть Станет более Человечно Давайте послушаем Его интервью Уникальность Предстоящей конференции Заключается В том Что она Прошла бы При любом Раскладе событий В любом случае Потому что Есть группа людей Которые Вместе Болеют Этой темой Есть Небольшая Но стабильная Группа людей Которые Посвятили себя Серьезному Интеллектуальному Труду Продумыванию Идентичности Церкви Вопросов Сложных Принципиальных Открытых С которыми Сталкивается Церковь Начала Третьего Тысячелетия И столкнется Церковь Завтрашнего Дня Поэтому Я бы сказал Так Что вот Есть Небольшая Аудитория В которой Эта работа Идет И конференция Это очередная Встреча Такой группы Впервые Вот Группа Людей Которые Уже Привыкли Разговаривать В этом Круге Привыкли Вместе Работать По этой теме Впервые Эта группа Решает Можно сказать Так Идти в народ И предложить Свои размышления Более широкой Аудитории То есть Уникальность В том Что мы хотим Предложить Церкви Христианскому Сообществу Довольно Такие Сложные Для употребления В пищу Интеллектуальный Продукт Не разбавленный Не обезжиренный А довольно Насыщенный Непростой Нет Посмотри Нет Посмотри Ты сейчас Если ты хочешь Без вот этих ребят Группа Экспертов Решила Пойти в народ Им надо Поменять Лексикон Если ты хочешь Без них Строить Церковь Мы скатимся На такой Позорняк Который я однажды Видел в Швеции Это была Уникальнейшая Проповедь Но много Близких К ней Я вижу И слышу Так вот Суть этой проповеди Сводила Вообще Содержание проповеди В два слова В два Проповедь длиной В два слова И по времени В час Два слова Мо Спирит Больше духа Этот Мужик Бегал по сцене И орал Два слова Под грохот Барабанов Такой же Вариант Шаманский Такой Понимаешь Мо Спирит Мо Спирит Мо Спирит Мо Спирит Мо Спирит Вам уже Надоело Рано Мо Спирит На протяжении Часа Понимаешь Я не хочу Чтобы ты закончил Программу Пока весь зал Не свалился Как им казалось Под силой духа Слава богу Там была русская делегация Которая стояла Посередке И стойкость Никто не упал Он подбегал Он подбегал Смотрел на нас И сразу Убегал Так и за вас Он и продолжал Спирит Нас не берет Интеллект Хоть немножко Присутствовал В русском Братстве А там Отсутствие Интеллекта И просто Мо Спирит Язычество В чистом виде А он ведь Искренне думает Что служит Господу Вот эти ребята Нужны церквям Сегодня Абсолютно Нужны церквям Вот смотри Я за баланс Понимаешь Вот если Михаил говорит Эксперты Люди обученные Теологи Решили пойти ближе Вот тема То о церкви Вот ну Но я считаю Что вот там Нужно разговаривать На таком языке Чтобы их понимали Ведь пойми Если христианство Сделать очень сложным Тебе нравится проповедь Человек там выходит И говорит Там Не знаю Давай я тебе прочитаю Вот смотри С точки зрения Три шага Четыре фазы Семнадцать фактов Одиннадцать сверх Семь главных законов Не хочешь уехать На рыбалку сразу Вот хороший вариант С точки зрения Банальной эрудиции Каждый индивидуум Критически мотивирующий Абстракцию Не может Игнорировать Критерии Утопического Субъективизма Концептуально Интерпретируя Общепринятые Дефонизирующие Поляризаторы По этому консенсусу Застинутые Диалектрически Материальной Классификации Всеобщих мотиваций И так далее Понимаешь Это еще неплохой вариант Брат Нам пишут Здесь Вот нам пишут Смотри Это о нас Постаранье Сплошные Почетные доктора Это ну Что это А да Вот так бывает Тогда Большинство богословов Пишут нам Прямо В прямом эфире Друзья Мы вас слышим А мне вот понравилось Правда я не пойму Кто это пишет Но интересно Здесь у меня Какие-то иероглифы Выскочили Большинство богословов Могут говорить Только в своих кругах Но выйдет Простой народ Их никто Слушать не будет Вот я это подтверждаю Они сильны В богословских терминах Но на деле Они слабы Молу спирит Им не хватает Понимаешь Не могут элементарного Исцелить человека от простых болезней Не говоря о других Духовных дарах Ген Послушай Это Не могут элементарного Это вторая нога Это вторая нога Не могут элементарного Исцелить от болезни Да Говорит мне уже о том Да Что эти ребята Вот я не знаю Тут фамилия извиня Потому что Молу спирит Это элементарно Исцелить от болезни А я повторяю Тем кто думает Что это элементарно Велкам в мой дом Нет К инвалидам деткам Покажите свои элементарные правды Понимаешь Оплачивай бизнес Класс Самолет Лимузин Гостиницу Эй вы Великие целители Которые элементарно Исцелить не могут Хорошо Приезжайте Поднимите одного коллегу Дхату продаю Отдаю Можно мне две вопрос Назови мне доктора Теологических наук Который регулярно Известный Действительно Практикует Изгнание бесов Исцеление Освобождение Назови мне Это имя Назови мне От того доктора Может от того Я Геннадий Махненко Доктор Регулярно Практикую Изгнание демонов Исцеление У меня масса историй Когда демоны Оставляют людей Растет вера в людях Проповедь Евангелия Вера Люди каются Молятся Исповедуются Отступают демоны Я не делаю шоу Может быть потому И шоумены Наши христианские Не доктора Может быть поэтому Ну ладно Не бери современных Они тебя подпаривают Да Но возьми В истории люди Которые реально Совершили пробуждение Элементарно Они не были докторами Они не были докторами Элементарно воскресить Элементарно Походить по воде Не могут Ты не веришь Что это происходит? Я не вижу этого Что это происходит Потому что ты доктор А ну да Лайдите мне Пойдемте друзья У меня море рядом Пойдемте Вот я хочу Я хочу сейчас Вот смотрите Сейчас я представлю Человек Вот его должность Он даже подписался Как Вот смотрите Этот Михаил Дубровский Да Смотрите Это просто Это просто Исполнительный секретарь Межсоборного присутствия Ивангельского собора Нет Еще раз Что Что здесь тебя смущает? Такое слово Межсоборного присутствия Ивангельского собора Не понимаю я Не понимаю я Понимаете Не понимаю Давайте его послушаем Михаил Дубровский Смотрите Вот задача церкви Дать оправдание будущему Ну как Я понимаю Задача церкви Дать оправдание будущему Что есть смысл Уже есть какая-то Надежда у церкви Есть смысл Михаил Дубровский Интервью с Михаилом Дубровским Дать надежду будущему Об этой конференции Для меня эта конференция Это возможность Обсудить Ну пожалуй Вот самый актуальный Сегодня вопрос Потому что Что такое церковь Этот разговор идет Как внутри самой церкви Так и Есть люди Которые утверждают Что возможно Христианство Без церкви С другой стороны Люди неверующие Они к церкви Обращаются И требуют На самом деле Требуют Даже Ответа На острый вопрос Современности И удивляется Почему церковь Этого не дает Мне кажется Что очень важно Сегодня Вот увидеть Как то Что 2000 лет назад Создал Христос Как вот Сегодня Это С одной стороны Организм С другой стороны Организация Должна существовать В этом мире И этому миру Служить Я очень рад Что этот вопрос Обсуждается В очень разных местах Он обсуждается И в ряде семинарий Университетов Христианских Он обсуждается И людьми Которые практически Эту работу делают Людьми Которые ищут Новые церковные формы Я рад Что эти люди Соберутся Здесь В Донецке На базе Донецкого Христианского Университета Для того Чтобы Это всерьез Пообсуждать Этот вопрос И договориться О том Как мы можем Дальше действовать Вместе Я просто Приглашаю вас 25 26 27 По возможности Посетить эту конференцию Показать этим докторам Вот понимаете Их надо Их надо разбавить С народом Потому что Это на самом деле Одна нога Но нужно вторую ногу Туда привезти Потому что они там На этой ноге Будут скакать Вокруг Вокруг своей кафедры И вот на этом На мегамосте Друзья Пожалуйста На мегамосте Мы будем транслировать Транслировать эту конференцию Я предлагаю туда писать И вот опускать их на землю Чтобы они на нашем языке Говорили о нашей жизни Доктор Скажет какое-то непонятное тебе слово Да Не стесняйся крикнуть Доктор Как это слово понять? Я не стесняюсь Я не стесняюсь Профессор Вспомнит Что есть люди Которые не владеют языками Я поеду И в Градировск Обязательно спрошу Объясни мне на русском Что такое Усия и Клесия Надеюсь Что он не на греческий Тебе переведет Спасибо Спасибо Редактор субтитров А.Семкин